Милиционеры сегодня принимали поздравления по всей стране. В городах были торжественные собрания, вручили награды, присвоили звания, вспоминали историю. Дубосары Михаил Вакеров, ветеран милиции, сегодня принимает поздравления. В 80-х пошел в ополчение, защищал Приднестровье, после продолжил службу в милиции, начинал участковым инспектором, затем 10 лет работал в уголовном розыске. Мне всегда приличала именно работа сыщика, детектива, будем так говорить, на новый манер. Я очень любил свою профессию. И ночевали мы здесь в отделе. Очень тяжелая работа. Но если ты ее полюбил, это ты полюбил ее навсегда, на всю жизнь. Бывших милиционеров не бывает. Они всегда стараются помочь людям, защитить людей, ну и оказать какую-то посильную помощь. А это рыбница Иван Чубаненко, милиционер во втором поколении. Пошел по стопам отца. Закончил кадетский корпус, потом Тираспольский юридический институт. Уже два года участковый инспектор. В милиции работает почти вся семья. В настоящее время тесть в милиции работает, супруга работает тоже в органах. Самое главное – это справедливость, законность, гуманность. То есть надо каждому граждану подходить в зависимости от его обстоятельств. Граждане к нам обращаются, скажем так, 24 на 7. То есть, независимо от того, выходной день, обеденное время, мы всегда готовы помочь. Слова благодарности ветеранам в Слободе и зимой 91-го 137 милиционеров перешли под юрисдикцию Приднестровья. Свой выбор тогда сделал и Яков Черный. Мы переходили, мы несли свою задачу, делали свою работу. Я работал и создавал, скажем, систему органов внутренних дел по нашей республике. Потому что, перейдя в аппарат МВД, значит, нужно было ездить по всей республике, создавать систему, налаживать взаимоотношения между органами, единая система учета, отчетности, состояние преступности и так далее. Торжественное награждение было и в Каменке. Лучшим сотрудникам грамоты медали звания. А в Террасполе для ветеранов милиции концерт. А еще у них теперь есть свое знамя.